Ну вот, техника вся стоит, значит, на хранении. Все, понимаете, у нас закрыто. Виктор Васильевич Маняхин – глава крестьянско-фермерского хозяйства Ртищевского района. Показывает территорию и заготовки на зиму. Под крышей ангара – камазы, комбайны и трактора. Техника отдыхает после плодотворной работы и завершения очередного сезона, чтобы в следующем году вновь заступить на службу в поля. Посевная площадь у нас 3000 гектаров. Севооборот у нас такой, значит, трехполкая. Это 1000 гектаров паров, 1000 гектаров озимых. В этом году, значит, 500 еще идет подсолнечника и 500 яровая пшеница. Коллектив у нас, значит, 20 человек. Значит, механизаторы практически опытные. Управляемся. С приходом зимы жизнь на ферме не останавливается. Наоборот, в токарном цехе только начинается основная работа. Здесь нужно сваркой что-нибудь подлатать. А тут уже и очередь из тракторов в ожидании технического осмотра и мелкого ремонта. Призваживается, сможет все агрегаты, проверяешь. Как отработал, так и сразу проверяешь, чтобы он готов был. Здесь и начальник делает обход, следит за порядком и сроками. С утра до вечера механизаторы обслуживают автопарк и готовят машины к зимовке. Значит, тоже ребята работают. Будут готовы. Через сколько? Не так же. А, так же, сколько? Ну, неделю-две. Неделю-две. А Василий сказал, быстрее, праздник. Ну да. Не, вот так что, конечно. Да все нормально. На стенах кабинета, помимо рабочей информации, вроде схемы пассивных участков и цифр о собранном урожае, можно встретить таблицу с результатами шашечного турнира среди сотрудников хозяйства. Соревнования, как Олимпийские игры, проходят раз в два года. Сам же Виктор Михайлович в свободное время посвящает другому занятию – творческому. Не упрекаю встречный ветер, что пух иллюзий разметал. Нет, генерала я не метил, и быть министром не мечтал. Да, я кровью и костями из той известнейшей семьи, что издревле звалась крестьяне. Неся тяжелый крест земли, я счастлив, что я той же веры, и что моя она по гроб, что мне пришелся по размеру великий титул – хлебороб. Вот оно написано, оно в поле. И если поэзия порой рождается на бумаге легко и непринужденно, то на сочинение большого произведения может уйти не меньше сил, чем на вспаханные гектары. Среди таких уже законченный роман «Саратовская рапсодия» о студенческом времени в стенах аграрного университета. Бывает, что ночью просыпаешься и что-то записываешь. Бывает, машину останавливаешь, какие-то строчки пришли на вон. По-разному. Просто здесь нельзя сказать, что вот сел за стол и начал писать, значит. Нет. С романом, да, это труд. Вот говорите, что это наслаждение или труд. Вот когда написано и удачно, то это наслаждение. А когда стараешься это дело, значит, как-то изобразить, ну и так, чтобы это было достойно, то это труд. Всего в библиотеке автора насчитывается 11 книг. Печатается он в издательстве в Саратове. Тираж одной, в среднем 2000 экземпляров. Правда, почти все расходится в качестве подарков. Сначала это было, так сказать, писанина в стол. Но когда появилась возможность вот издавать, значит, начал издавать. Ну, где-то в 2000 году приняли меня в связь с писателем. Вот этот роман, вот здесь он, значит, практически он посвящен Саратовскому университету, значит, имени Вавилова. Ну, мне за этот роман, значит, присудили премию Алексеева. Вручал, кстати, сказать, сам Алексеев. Это в Москве. Сейчас артищевский фермер и писатель заканчивает свой новый роман. Закончил я роман. Есть такая страна, Прихопьёре называется. Это где-то 20 лет, значит, охватывает с 54-го и по 74-го. И уже в будущем году представят его публики в Саратовской областной библиотеке. Продолжение следует...